Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учёта». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для любого медицинского учреждения. С ней вы сможете организовывать порядок, установить полный контроль над всеми этапами работы, увеличить число довольных клиентов, идти в ногу со временем, пользуясь новейшими технологиями и, как следствие всего вышеперечисленного, значительно повысить доходы своей организации. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищён паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для регистратуры, кассира, врача, врача-стоматолога, лаборатории, УЗИ, медсестёр, аптеки, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдём под ролью «Mail», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Чтобы вы получали ещё больше удовольствия от работы в нашей современной программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Понравившуюся тему можно выбрать из списка. Обратите внимание, что в нашей программе может работать как одно подразделение по локальной сети, так и целая сеть филиалов через интернет. При этом в центре главного окна можно будет разместить свой логотип для создания единого корпоративного стиля. Ещё один важный факт – это то, что наша программа может использоваться в любой стране мира и на любом языке. Вы сможете даже самостоятельно полностью перевести её интерфейс на нужный язык, так как все названия вынесены в отдельный текстовый файл. Давайте для начала посмотрим работу рекистратуры при работе в амбулаторном режиме. В главном окне программы показана запись пациента. Отображаться может любой указанный период. Расписание составляется с учётом рабочих смен каждого врача. Например, пациент хочет сегодня на 5 часов вечера записаться к терапевту. Чтобы занять это время, достаточно сделать по нему двойной щелчок. Человека не просто вписываем с клавиатуры, а выбираем из единой базы пациента. Если он уже был у нас ранее, вносить его второй раз не придётся. Поиск осуществляется по номеру карты, фамилии, телефону или прочим данным. Просто пишем И, В и фокус сразу же переходит на пациента с фамилией Иванов. И если записывается новый пациент, можем легко его добавить с помощью одноимённой команды из контекстного меню, вызванного правой кнопкой мышки. При заведении карты пациента обязательные для заполнения поля отмечены звёздочки. Остальные поля заполняются по желанию. Может указываться личная информация, контактные данные и любые другие сведения. Обратите внимание, что клиенту можно также присваивать фотографию, загружая её из файла или захватывая прямо с веб-камеры. Итак, когда нужный человек найден или добавлен, чтобы подставить его в окно записи, нажимаем кнопку «Выбрать». И ещё одно обязательное поле – это услуга, которая будет выбираться из вашего же прайс-листа. Можем добавить сразу все оказанные пациенту услуги. А когда человек придёт на приём, мы укажем это. Состоявшийся визит будет отмечен галочкой. Вот так быстро и легко администраторы могут работать с клиентской базой и расписанием врачей. Кроме этого, и сами врачи могут записывать пациента. К себе на повторный приём, например, или к другим врачам. Или же при направлении на различные исследования. Это очень удобно и самим пациентам, ибо им остаётся лишь сходить в кассу, чтобы просто оплатить по уже готовому перечне назначенных услуг. Также это удобно руководству клиники, которая будет зарабатывать больше на таких перекрёстных продажах. Да и самим врачам можно назначить процент, чтобы они были больше заинтересованы направлять. При автоматизации не поликлиники, а стационара, принцип работы остаётся такой же. По каждому пациенту можно будет отмечать прямо в разрезе даты, когда больной поступил, когда и какие диагностические мероприятия ему проводились. Точно так же будет заполняться электронная история болезней и выписка в виде специализированных форм медицинской отчётности. Но обо всём по порядку. Сейчас давайте посмотрим работу кассы, которая может иметь отдельное автоматизированное рабочее место, а также может быть объединена с регистратурой. Пока услуги не оплачены, клиент отображается красным цветом, чтобы сразу выделяться на фоне других. Дабы кассиру провести оплату, достаточно нажать правой кнопкой мышки на нужном пациенте и выбрать команду «Текущая история». Будут отображены услуги только за сегодняшний день. По каждой услуге видна её стоимость. Кассир работает с вкладкой «Оплата». Сейчас мы, кстати, видим и другие вкладки, потому что зашли в программу под главной ролью. А так, все сотрудники будут видеть только то, что их касается. Чтобы провести платёж, достаточно выбрать специальное действие. Информационная система сама посчитает общую сумму, даже с учётом предыдущих задолженностей и авансов. Мы можем проводить наличные платежи, безналичные, а также работать с любыми страховыми компаниями. Теперь видно, что выбранные услуги оплачены полностью. Долга нет. Подтвердить факт оплаты можно, распечатав клиенту квитанцию или чек. Причём, печатать можно как на обычном принтере формата А4, так и на ленте. Чек может быть как с фискализацией, так и без фискализации. Это был план меню. Но можно автоматизировать и работу врачей. Когда на регистратуре записали пациента, врач сразу видит, когда и кто к нему должен прийти на приём. В программе можно ввести электронную историю болезни. Для этого врач, как и кассир, нажимает правой кнопкой мышки на нужном пациенте и выбирает команду «Текущая история». Только врач уже работает с вкладкой «Карта». В карте пациента сначала указываются жалобы, которые могут подставляться из личных настроек каждого врача или прописываться с клавиатуры вручную. Затем «Анамнез морби», «Анамнез вите», перенесённые и сопутствующие заболевания, статус «Презент» и т.д. Диагноз выбирается из включенной в программу базы МКБ Международной классификации болезней. Для поиска диагноза достаточно вписать его код или часть названия. Дополнительно можно указывать, что диагноз предварительный, заключительный, установлен впервые и проч. Также в программу включены протоколы лечения. То есть программа ещё будет вам подсказывать, как нужный диагноз требуется обследовать и лечить. Главврач организации имеет полномочия настроить протоколы в соответствии с нормами своей страны или спецификой деятельности. Обязательные методы обследования и лечения будут назначены автоматически. Также врач сможет сделать дополнительные назначения, в том числе и из собственных шаблонов. А если доктор наоборот захочет отменить назначение обязательного по протоколам метода, тогда он должен будет обосновать в программе своё решение. При этом главврач учреждения посредством специального отчёта может контролировать все расхождения с протоколами. Но это всё – внутренние дела организации. А что же получит в результате данной работы клиент? А клиенту можно будет распечатать бланк посещения. И это огромное преимущество, когда человек не должен будет разбирать врачебный каракул. Вся работа врача будет наглядно представлена на листе бумаги. Причём бланк можно формировать разного вида. Это может быть целый бланк посещения или просто рецепт на препарат. Можно использовать встроенную в программу форму, которая выйдет на печать с вашим логотипом и реквизитом. А также при желании можно будет задать свой собственный вид бланка в формате Microsoft Word. Отдельная каста – это стоматологи. Если у вас есть стоматологический кабинет, посмотрите, как ведётся учёт у данной категории врачей. Врач-стоматолог работает на специализированной вкладке «Карта зубов». Здесь на взрослой или детской формуле есть возможность отметить состояние каждого зуба или отдельной его поверхности. При необходимости можно составить предварительный план лечения и распечатать его клиенту, чтобы тот заранее видел конечную сумму. В стоматологической карте пациента мы можем указать диагноз, выбрав его из готового удобного списка, указать жалобы, которые уже поделены по нозологию. Внести информацию по развитию заболевания, аллергоанамнезу, перенесённым сопутствующим заболеваниям, сведения о полости рта и зубах, проведённому лечению и результатам. Даже не выходя из своего кабинета, врач может просматривать предыдущую историю болезни и связанные с пациентом графические рентген-изображения. Кроме этого, врач имеет возможность в программе добавлять наряд и технику. Если у вас есть своя зуботехническая лаборатория, техники тоже будут работать в нашей программе и отмечать в ней готовность изделий. Если лаборатории своей нет, можно будет распечатывать бланк заказ-наряда для сторонней организации. Рентгенолог может прикреплять рентгеновские снимки пациента прямо в программе. Он работает на вкладке «Файлы». Прикреплять можно как графические изображения, так и файлы любого другого типа. Результаты лабораторной и ультразвуковой диагностики также будут находиться в единой информационной системе. Лечащий врач может увидеть все заключения по любому пациенту, даже не выходя из своего кабинета. Теперь давайте посмотрим этапы работ при проведении различных исследований. Если это лабораторный анализ, сначала делается забор биоматериалов. Статус и цвет строки исследования при этом меняются. Далее сотрудники исследовательских кабинетов работают с вкладкой «Исследование» или «Бланк». Вкладка «Исследование» нужна, когда вы хотите формировать единый фирменный бланк для любых исследований. А вкладка «Бланк» используется, когда для каждого вида исследования вы хотите задать свою собственную форму бланка. Задается она максимально просто в виде любого файла формата Microsoft Word. Для примера мы тоже задали некий файл, чтобы вам было наглядно. Для увеличения скорости работы какие-то значения будут попадать в документ автоматически. Например, дата анализа, имя пациента, врач и так далее. Сотруднику исследовательского кабинета остается лишь внести результаты, которые можно как вводить с клавиатуры, так и выбирать из готовых настроек справа. Если заполняются какие-то общие карты, например, выписка, то в них можно даже вставлять целиком данные из других бланков. Все это делает работу врача не только легкой, но и быстрой, чтобы врачи занимались ним бюрократией, а больше внимания могли уделять непосредственно пациентам. Статус, как вы видите, снова поменялся. Наша программа позволяет точно отслеживать, на каком этапе находится каждое исследование. Если у вас нет своей лаборатории, не беда. Вы с тем же успехом можете прикрепить на вкладке бланк файл с результатами исследования, полученный от другой организации. После того, как результаты будут готовы, можно уведомить клиента. Причем система уведомлений у нас поставлена на высшем уровне. Пациентам могут улетать как индивидуальные оповещения. Так может выполняться и массовая рассылка, когда, например, вы хотите сообщить сразу всем о неких акциях или скидках. При этом в вашем распоряжении будут целых 4 вида современных рассылок. E-mail, SMS, Viber и обзвон голоса. Да-да, вы не ослышались. Наша программа сможет даже сама обзвонить нужных клиентов и голосом, представившись от имени вашей клиники, сообщить любую важную информацию. Теперь от лирического отступления возвращаемся к нашим исследованиям. Последнее, что остается сделать, это распечатать результаты, чтобы выдать их пациенту. Но современный ритм жизни диктует свои условия. У людей нет лишнего времени и особенно желания ехать за результатами. Чтобы клиент был по максимуму доволен вашим сервисом, есть возможность сделать так, чтобы результаты исследований можно было просто скачать с вашего сайта. Эта фишка в базовую стоимость не входит и делается на заказ. Программа поддерживает учет товаров и материалов, которые можно приходовать и передавать отделениям или определенным сотрудникам в подотчет. Любые медикаменты и препараты можно продавать, если в медицинском центре есть аптека, а также можно списывать на пациентов, например, при наличии процедурного кабинета. Этим могут заниматься медсестры или любые другие ответственные лица. Работа может производиться вручную или с помощью специального оборудования, такого как сканер штрих-кодов и принтер этикеток. Даже если у вас есть сеть филиалов, в программе можно будет видеть актуальные остатки любого подразделения. Для бухгалтера организации есть возможность составить так называемую калькуляцию, чтобы нужные товары списывались автоматически при проведении определенных процедур. А теперь давайте посмотрим отчетность. Она делится на обязательную медицинскую и внутреннюю. Внутренняя отчетность у нас представлена самым лучшим образом. Такого количества информативных отчетов вы больше нигде не найдете. С помощью нашей программы любой руководитель, даже не имея специального образования, легко станет лучшим управленцем. Но давайте начнем не с того, что будет помогать вам в управлении бизнесом, а с той отчетности, которую от вас может потребовать ваше государство. В плане обязательной медицинской отчетности вы уже видели, что при необходимости все бланки именно в нужном виде можно легко задать самим в формате Microsoft Word. Дополнительно к этому, наша программа для общей медицины может формировать титульный лист медицинской амбулаторной карты номер 025. Все остальные формы консультативных приемов и исследований, если должны быть в бумажном виде, просто распечатываются и вкладываются. Для стоматологического больного можно сформировать форму номер 043. На примере в демо-версии мы показали, что эти формы легко могут быть перенастроены нашими специалистами под внутренние стандарты вашей страны или переведены на государственный язык. В качестве индивидуальной доработки вы можете запросить настроить и любые внутренние документы. Например, программа может автоматически заполнять ваш договор с пациентом на оказание медицинских услуг. А теперь давайте перейдем к управленческой отчетности. Далее вы увидите, какие профессиональные инструменты будут в вашем распоряжении. Вся мощь современной аналитики будет работать на ваше благо. Анализ начинаем именно с пациента. Каждый пациент – это ваш источник финансовых средств. Чем тщательнее вы работаете со своими клиентами, тем больше получаете от них отдачи в виде финансовых средств. Есть даже современное понятие ЦРМ, что означает система учета клиентов и взаимоотношений. Функции ЦРМ присутствуют во всех наших продуктах. Давайте посмотрим, что же вы получите в результате своей обычной, повседневной работы в нашей программе. То, что ваша клиника хорошо развивается, покажет отчет по приросту клиентской базы. Если прирост оставляет желать лучшего, проанализируйте маркетинговый отчет. Он отобразит, откуда клиенты чаще всего о вас узнают. Не тратьте деньги на малоэффективные методы рекламы. Кроме привлечения новых клиентов, не теряйте старых. Смотрите тех, кто ходил, а потом исчез. Не факт, что клиент просто переехал в другой город. Может он уже давно тратить деньги у ваших конкурентов. Можете обзванивать исчезнувших клиентов и узнавать, ушли ли они или просто временно отсутствуют. Вы сможете видеть свою отрицательную динамику по общему числу ушедших клиентов в разрезе каждого месяца работы. А отмечая причины ухода, также сможете понять слабые стороны своей организации. Чем быстрее вы начнете проводить работу над ошибками, тем быстрее устраните финансовую утечку. Если у вас есть, например, профилактические осмотры, которые пациент должен проходить каждый определенный период времени, программа будет напоминать, что нужно пригласить таких-то пациентов на такие-то повторные услуги. Это еще один отличный способ повысить свои продажи за счет постоянных клиентов. Если пациенту сейчас неудобно получить услугу и он просит наполнить через месяц, у ваших сотрудников будет даже возможность составлять себе план работ на любой день. Задания можно легко добавлять не только себе, но и другим сотрудникам, ибо сказанное просто на словах легко забывается или пропускается мимо ушей. Когда же работы расписаны, отвертеться или безнаказанно затянуть с исполнением уже не получится. Такой основательный подход к работе удобен и сотрудникам, ибо они ничего не будут забывать, и руководству, которое сможет любое задание легко проконтролировать, и даже новому персоналу, который не будет сидеть в первые дни работы и просто мило хлопать глазки. Все будет конкретно расписано, что уже делали, по какому пациенту, и что еще планируется сделать. Специальный отчет по активности клиента поможет понять, насколько активно пользуются вашими услугами. Вы сможете посмотреть число уникальных пациентов как за текущий, так и за предыдущий период. Чтобы правильно распределять нагрузку, вы получите возможность видеть, на какие именно часы и дни недели приходится пик посещения. А дабы понимать текущую покупательскую способность, сможете формировать отчет средний чек. В любой массе обычных клиентов есть те, кто выделяется над толпой, кто готов тратить больше, но и требует при этом к себе повышенное внимание. Вы без труда сможете выявить таких наиболее перспективных клиентов, сформировав отчет рейтинга. В верхушке рейтинга будут те, кто потратил у вас больше всего средств, а чем ниже по рейтингу, тем менее интересные клиенты будут в нем представлены. Дополнительно ко всему, вы будете при необходимости формировать реестр должников. Это очень удобно. Все, кто не сделал оплату полностью, собраны в одном месте. А если у вас есть сеть филиалов, вы сможете анализировать, какой город приносит вам наибольший доход. Вторым по важности идет анализ персонала. Как бы хорошо вы не работали с пациентами, как клиника, наиболее важную работу проводит именно врач. Первым признаком хорошего врача является та польза, которую он приносит медицинскому центру, рассчитанная в денежном выражении. По каждому сотруднику вы сможете посмотреть, сколько денег он заработал для компании. Если заработная плата работника не фиксированная, а сдельная, программа ее легко рассчитает автоматически. Для этого можно будет просто задать проценты индивидуально каждому специалисту. Допускается даже тонкая настройка зарплаты по разным видам оказываемых услуг. Во многих медицинских организациях используется также принцип «заработал сам, помоги другому». Можно направлять пациентов на исследование или к другим специалистам клиника. При этом компания получит ощутимо больше дохода на таких перекрестных продажах. И сам врач может быть дополнительно вознагражден за такие направления. Наиважнейшей задачей для каждого сотрудника остается, конечно же, работа над собственной репутацией. И лучше всего ее можно проследить на поведении клиента. Когда пациент после первого визита продолжает и дальше ходить к этому специалисту, это называется удержание клиента. В данном отчете за любой период по каждому специалисту можно посмотреть, сколько первичных пациентов было записано, сколько из них и дальше продолжило ходить к этому врачу. И главный рассчитываемый показатель это процент удержания. Чем он выше, тем лучше. Также по докторам можно вывести динамику посещений. В данном сравнительном отчете вы увидите количество посетителей в разрезе каждого месяца, как по определенному сотруднику, так и в сравнении с другими работниками. А отчет объем выполняемых работ покажет вам, насколько врач универсален и способен выполнять услуги разного плана. Обратите внимание, что все отчеты будут формироваться с вашим логотипом и реквизитом. И вся аналитика может строиться за любой период времени. Это значит, что вы без труда сможете проанализировать один день, неделю, месяц и даже целый год. Особенно это оказывается полезным для самого важного, что должна делать каждая организация, для финансового анализа. Деньги любят счет, и считать их нужно даже медицинским организациям, где на первом месте должна быть забота о пациенте. И чтобы подсчет денег не был ущерб качеству работы, наша программа все сделает за вас. В начале видео мы просто отметили простую работу с пациентом. Записали его, провели прием, сделали исследование. И этого уже оказалось достаточно, чтобы сформировалось великое множество различных финансовых отчетов. Основным из них является отчет по платежам. С его помощью в режиме реального времени можно смотреть остатки по любой кассе и банковскому счету, видеть общие обороты по приходу и расходу денежных средств. Сверять при необходимости остатки с детальной выпиской. Если у вас есть сеть подразделений, вы сможете видеть сразу все филиалы, но каждый филиал при этом будет видеть только свои финансы. Полученные средства можно проанализировать в разрезе оказываемых услуг. В этом отчете будет показано, сколько раз, какая услуга была оказывана, сколько денег вы с нее заработали, и общие суммы будут подбиты по каждой группе и подгруппе услуг. Если для оказания какой-то группы услуг вы покупали специальное оборудование или нанимали дополнительных работников, то вы без труда поймете, насколько ваши вложения окупаются. Отдельный отчет покажет распределение сил при оказании услуг. Если что-то плохо развивается, обратите свое внимание на того, кто отвечает за это направление. А также, если у вас работают несколько врачей одного профиля, данная аналитика поможет вам сравнить их производительность. Более того, вы получите даже возможность контролировать развитие любого направления своей деятельности. По каждому направлению для вас будет представлена динамика во время. Например, вы открыли дополнительный прием на какого-то врача. Программа покажет вам по его группе услуг количество посетителей в разрезе каждого месяца. В нашей программе можно также учитывать свои расходы. Тогда вы будете их лучше контролировать. Будете видеть общий объем суммы по каждой статье затрат. Суммы будут формироваться помесячно. Тем самым, вы еще легче сможете прослеживать динамик. Обратите внимание, что каждый отчет сопровождает различные графики и диаграммы. Это для большей наглядности. Например, здесь в зеленой линии показан доход, а красный – расход. Также автоматически рассчитывается прибыль за каждый месяц вашей нелегкой работы, которая с внедрением нашей программы непременно станет легкой. Кроме финансового учета, немалой проблемой также является учет медикаментов и препаратов. Давайте посмотрим, как вы с помощью специальной группы отчетов в нашей программе этот вопрос также сможете держать под контролем. Базовый отчет покажет остаток на любую дату. Причем по любому подразделению, складу или просто подотчетному лицу. Также можно посмотреть в денежном эквиваленте, у кого и на какую сумму есть товар. Есть возможность отобразить объемы расхода или продажи препаратов за любой период, как по каждой позиции, так и по целым группам и подгруппам. Есть возможность увидеть залежалый товар, который не расходуется или не продается. Программа может напоминать в отдельном реестре о тех материалах, которые заканчиваются. Отчет «Рейтинг» составит список тех медикаментов, на которых вы больше всего зарабатываете при наличии аптеки. А отчет «Популярность» покажет те позиции, которые пользуются наибольшим спросом. И если этих же медикаментов нет в этом рейтинге, и вы на них не зарабатываете больше всего, значит, вы уже будете понимать, что есть возможность увеличить цену на данный популярный товар, чтобы количество перевести в дополнительный доход. А апогеем работы с медикаментами является компьютерный прогноз. Наша интеллектуальная система, учитывая среднюю скорость расхода, может даже рассчитать по каждому препарату, на сколько дней стабильной и бесперебойной работы его хватит. Видео у нас получилось отнюдь не коротким, но мы сейчас показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в системе возможностей. Это набор функций, который начнет приносить для вас свои плоды сразу с первых дней работы в нашей программе. Но кроме этого, для самых крутых медицинских центров, которые хотят быть на целую голову выше своих конкурентов, у нас есть еще и дополнительные, эксклюзивные предложения, которые будут прямо эпатировать ваших пациентов. Вы без шуток будете от них слышать прям вау! Например, звонит телефон у вас на регистратуре. В этот момент, пока еще только идет звонок, может автоматически появляться личная карточка звонящего пациента. Нереально круто будет выглядеть, когда вы, поднимая трубку, сможете сразу обратиться к пациенту по имени и сказать «Здравствуйте, дорогой Иван Иванович!» Клиент будет думать «Ничего себе! Я у них был только больше года тому назад, а меня помнят! Я у них на особым счету! Вот это сервис!» Такая функция поднимает лояльность, то есть преданность ваших пациентов и колоссально увеличивает продажи клиник. Но и это еще не все. Кроме имени пациента, во всплывающей при звонке карточки может отображаться и другая полезная информация. Записан ли пациент кому-то из врачей? Есть ли у него задолженность? У кого он был последний раз? Проблемный это или VIP-клиент и так далее. То есть, ваша регистратура, даже если там будет сидеть новенькая, не особо смышленная девочка, не будет тратить ни секунды на поиск информации. А это значит, что производительность у вашей регистратуры будет максимальная. Быстрее просто некуда. Итак, если базовая комплектация нашей программы доступна всем клиникам без исключения, то эксклюзивные функции уже по карману будут далеко не каждым. Поэтому они всегда будут оставаться эксклюзивными. Только те, кто инвестирует в свой бизнес больше других, тот и отдачи получат значительно больше своих конкурентов. Заметьте, наша программа премиум-класса это полноценные инвестиции в ваше дело. А более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте usu.kz либо связавшись с нами любым удобным вам способом. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учетов. Управляйте бизнесом правильно. Продолжение следует...